всем огромный привет добро пожаловать на мой канал у нас снова идет снег это уже просто невозможно на самом деле на улице плюс один и какая-то жуткая метель ветер посмотрите ничего не видно это не туман это метет снег ужас слякоть грязь естественно и сыро мокро в общем все как обычно у нас ничего не меняется на погодка на самом деле то еще но мы не унываем скоро будет лето все будет отлично а я еду в торговый центр конечно же я зашла в литуаль попробовать кстати вот этот аромат давно хотела его попробовать именно вот эту красную туфель ком ничего понравился еще очень понравился вот этот аромат это мужской боже мой той бой очень классный аромат девочки советую попробовать скоро 23 февраля так что очень советую в общем сделала покупочки в литуаль в торговом центре не спрашивают qr-код меня по крайней мере не спросили нигде но я конечно же зашла прелаксировать свой любимый магазин то есть литуаль рифгош и конечно же буквоет обожаю этот магазин ничего здесь не купила честно признаюсь но походила посмотрела какие-то новиночки интересны на самом деле я иногда захожу в делаю скрины книг и нахожу их потом в электронном виде и читаю вот делаете вы так или нет напишите но потому что книги буквоеде конечно очень дорогие то есть на том же озон или вальберес можно купить намного дешевле здесь как раз лобковский знаменитый психолог да устинова тоже книги и и общем много на самом деле интересных новиночек вообще посмотрите какие яркие красочные обложки вот можно пройти мимо скажите я не могу я не знаю вот этот запах новых книг вот это вот кстати какая-то книга да очень ника набокова не знаю кстати такого автора первый раз увидела вакцина от одиночества очень актуально да у нас юрий никулин тоже по почитала бы с удовольствием в общем посмотреть полистать есть кстати люди которые приходят буквоед и прямо зависают в книжных полках не знаю мне кажется кто-то наверное может быть и приходит почитать что-нибудь сюда наверняка нет реально посмотрите какие яркие красочные обложки я балдею вообще а запах от этих книг просто обалденный кстати буквально недавно мы закончили читать я читала в электронном виде вот эту книгу про рождественского проселка она конечно же как и многие книги у этого автора но такая я бы сказала бы спорная некоторые моменты непонятные крысиный остров ю несбе или несбе как правильно да я кстати слушала аудиокниги этого автора очень они мне понравились но они такие немножко жесткие жестковатые да без слишком много описания убийств и я бы так сказала но детектив очень люблю этого автора кстати тоже мне очень нравится как он пишет в общем ой что девочки это вообще релакс я не знаю просто какая-то красота вот здесь тоже какие-то книжки заинтересовали женщина у которой есть план интересно интригующее название вот в общем посмотрела полистала думаю что вам тоже будет интересно потому что знаю что меня смотрят многие девочки которые также как и я любят читать книги или слушать аудиокниги это конечно да потрясающе особенно аудиокниги это для меня на самом деле открытие прошлого года вот очень конечно все это очень я очень люблю вот но читаю крайне медленно как-то вот так вот у меня получается шантарам я его кстати читала у меня есть большая такая книга несколько частей сразу в ней тоже очень интересная такая эта книга вообще меня очень впечатлила как и многие отзывы но много кто пишет об этой книге даже шантарам я имею ввиду что она такая но может впечатлить действительно это так она и есть она оставила вот прям след во мне я достаточно часто и и вспоминаю несмотря на то что читать мне и было достаточно сложно вот в общем я походила попродила среди полочек и ушла просто у меня оставалось время до того как нужно будет собрать сына со школы вот опять ю несбе несбе по-моему так правильно произносится фамилия этого автора вот но очень он кстати каштановый человечек тоже слышала про эту книгу но не читала не слушала ее в общем надо будет как-то тоже почитать вот в общем да но я люблю кстати вот обычно вот так выкладывают какие-то новинки или какие-то топовые книги вот я очень люблю вот на именно вот этих вот ну как да вот как то вот так вот как я показываю как они выложены вот здесь вот обычно самые такие классные книги конечно канцелярии но мне ничего не надо было я прям себя отговорила потому что мы все эти блокнотики все это супер конечно но мне на самом деле ничего не надо здесь только всякие прелести для художников всякие есть краски и так далее в общем я обожаю просто кайф и релакс другом центре кстати стало уже побольше людей я где-то их было здесь где-то в час может пол второго вот так вот так что в принципе достаточно приличное количество наверное потому что не спрашивают qr-код может быть из-за этого да погода у нас конечно шепчет мокрый снег который на тебя падает и тут же тает одежда вся мокрая ноги мокрые надо покупать резиновые ботинки какие-то зимние резиновые сапоги надо будет мне на самом деле поискать потому что конечно кожаная обувь или не дай бог замшевая она просто не спасает такие сугробы во двора хотя в этом дворе я лично и дела как его возили снег на самосвалах и все равно такие огромнейшие сугробы это просто конечно кошмар до дворники не справляются всем еще раз привет я погуляла девочки в торговом центре прям душу отвела честное слово на самом деле пошла в литуаль потому что хотела посмотреть тональную основу мне советовали от шоссеи да но я очень хотела от герлен попробовать это во первых а во вторых от герлен стоило 1990 рублей и поэтому я решила что эта судьба надо герлен вот и специально пошла потестировать оттенок потому что и хорошо что я все-таки пошла не сделала заказ онлайн потому что тот оттенок который я хотела заказать он темненький для меня лично поэтому как то вот так погодка у нас конечно шепчет и я вам скажу вообще ужас какой-то просто мокро слякотно этот снег еще не вообще кошмар короче вот так что буквоед я уже просто так пошла прогуляться потому что время было обожает магазин буквально ничего не купила правда вот но обожаю обожаю там гулять прямо вообще это какой-то кайф и релакс для меня вот давайте покажу вам покупки ритуаль это вам немножко релакса от касперюши он ко мне пришел смотреть что мама купила до мурлыка этого счет по голове вот тут мою лапочку лапочку кисочку мою кисочку мою самую лучшую до такой микрофон поближе чтобы слышно было наверное так слышно как он муркает у меня сладенький такой ну и давайте покажу что купила значит не с той стороны как всегда открыла вот такой тональную основу от герлен я очень хотела попробовать это именно с glow эффектом то есть с эффектом сияния я читала много отзывов и говорят что отлично подходит для сухой кожи в общем я взяла в оттенке один из самых светлых у меня светлых оттенков где тут вот 000 н вот так вот выглядит это баночка здесь вот такой дозатор вот и в общем я начиталась отзывов что он подходит только девочкам сухой кожи у меня сухая кожа весной она в особенности сухая и он что отлично можно его и наслаивать то есть он на жирной комбинированной кожи будет давать блеск на лице сильный блеск а вот для сухой как раз то что нужно вот такой у меня щас руки красные то я с улицы девочки такой вот у меня получается оттенок n это значит по моему нейтральный да ну типа с бежевым с бежевым отливом да ну в общем он такой без розовинки там есть с розовинкой есть такой более серый оттенок а есть вот такой вот я хотела вообще изначально 2n взять но 2n это только для загорелой кожи вот поэтому да есть еще такая же линейка но она сейчас стоит 2 300 я посмотрела с матовым эффектом то есть матовым эффектом почему-то подороже но как будет носиться я не знаю девочки в общем поношу потом расскажу как понравился или нет но баночка тоже прикольно в общем хотела купила вот но это уже в довесок это же в довесок ланком и тоже в последний раз когда я была еще наверно в ноябре в лидуаль я там увидела вот такой что сейчас камера бог передает вот такой блеск от ланком он не обошелся в 1930 рублей то есть на него какая-то скидка очень хорошая вот значит оттенок 202 я прошлый раз хотела вот этот двести второй оттенок но его не было в наличии поэтому я в этот раз как увидела взяла он такой коричневато-розово-рожеватый такой на общем очень классный вообще говорят что он как типа тинта такого то есть вот это лак потом уходит и остается только цвет в общем он такой как ночью нудовый для меня оттенок 202 тоже поношу потом расскажу вам как мне понравились вот эти средства или нет сейчас кажется мне рука кажется красная с улицы вообще цвет мне подходит я даже немножко попробовала на подбородке вот цвет должен подойти вот такой сейчас мне в общем это я для себя а вот это я купила мужу очень люблю вот этот аромат мне многие девочки писали что они пользуются им сами сейчас давайте его откроем вот открыла вообще шла хотела купить сотку сотку в наличии в магазине нет и я очень редко вижу у нас в магазине вот этот аромат сотку хотя хотела купить сотку это вообще супер мужской аромат он слегка сладковатый говорят там фиалки есть я пирамиду честно сказать не помню говорят что есть фиалки и они дают некую такую легкую сладость мне многие девочки писали что они сами пользуются этим ароматом аромат вот этот просто потрясающий но мужчине в любое время года в любое время суток я не знаю он просто обалденный хотите чтобы ваш мужчина вкусно пах вот пожалуйста вот этот аромат очень его советую мне кажется он подойдет реально всем и он такой не из избитых ароматов то есть я не чувствую на каждом втором мужчине вот такой вот хотя не нюхаю каждого второго мужчину но в общем вы поняли то есть он не так сильно распространен среди мужчин да чем например тот же тоже шанель да вот этот вот шанель и спорт холм или как-то так он называется да в общем аромат вот этот потрясающий девочки скоро 23 февраля обязательно попробуйте потестируйте дешевле он стоит в ритуале нежели в риф гоши в риф гоши он сейчас намного дороже почему-то вот так что советую и еще я вам там показывала попробовала вот этот аромат той бой вот он у меня здесь на блотере сушки он во первых до сих пор держится а во вторых он чем-то напоминает знаете что то такое серия real релакса знаете вот когда входите в какую-то там баню например да где пахнет чаем травами и при этом чем-то часть с сахаром таким сладковатым и при этом это мужской аромат очень вкусный вот это то и два единственное что флакончик до виде медведя вы видели но я вам ссылки оставлю вот на магазин ритуальда вот на эти все продукты но вот этот имейте ввиду он дешевле действительно я просто смотрела в риф гоши тоже чем в риф гоши сейчас и вот этот той в общем я взяла дам попробовать мужу если ему понравится обязательно если ему даже не понравится я хочу его купить себе потому что он нереально вкусно пахнет реально чем-то таким вот прямо расслабляющим не знаю очень классный аромат надеюсь что мужу понравится обязательно там попробовать но это ему такой мини подарочек может как 14 февраля можно так сказать в общем вот такие вот у меня были покупки в магазине ритуаль красная туфелька вот это вот она мне тоже понравилось но не знаю хочу вот этот той той бой купить ну как бы мужу как бы мужу может быть и как бы себе не знаю посмотрим в общем ссылку я вам оставлю вот видите тут кстати то что скидка на него сколько там 50 процентов по моему да и вот на этот тоже было 50 процентов если не больше на ланком вот эти но блески ланком у меня вот не первый блеск они действительно очень классная недолго и но такие долго играющие в общем но насчет этих потом расскажу а вот этот вот всем советую девочки кто хочет вот мужу какой-то парфюм там мужчине своему обязательно обратите на него внимание и попробуйте вот этот той бой обалденный обалденный аромат мне очень понравился прям вообще у меня редко вот так вот чтобы мужские ароматы прямо заходили зашел мне вот этот и вот этой бой очень нравится так что ссылочки все вам оставлю кому интересно ну и немного уборки как и обещала я сейчас убираюсь в нашей мы называем эту комнату библиотека на самом деле здесь чаще всего нахожусь я ну и конечно же мои дети мои хвостачки конечно же естественно как может быть по другому на самом деле были в доме у меня как таковой практически нет вот на этом диване у меня любят спать все мои животные поэтому здесь чехол и плед я брызгаю этим средством фаберли который от различных запахов в том числе вот ну у меня собаки коты конечно остается какой-то запах хотя вот эти пледы очень часто стираю но все равно в общем произвожу небольшую уборку еще убиралась на кухне но и забыла как всегда поставить камеру вот беру себя за обещание что всегда чтобы что я не делала буду ставить камеру и все это дело снимать вот этот стол здесь у меня как-то клеенка пвх да вот это вот помна васильке я ее давно-давно заказывала и и на самом деле надо уже заменить но она мне лежит здесь потому что здесь у меня занимается художеством мой младший сынок что-то рисует старший иногда садится сюда уроки делать ну в общем по-разному получается играем и здесь в общем такая любимая наша комната часто очень здесь по вечерам и проводим время я решила тут ну так прибраться пыли как таковой нет в основном у меня шерсть животных везде валяется везде где не попадет даже в тех местах где вроде не должна быть вот в основном я убираю ее ну так до кучи протираю там чё-то чё-то протирая не знаю вот у нас дом стоит в глубине сада поэтому пыли нет плюс мы за городом живем и конечно же пыли очень-очень мало шерсть животных вот единственное что меня беспокоит в доме но беспокоит он по ходу только меня животных моих нисколько не беспокоит чем дело небольшую уборку а про пылесосить у меня обещал сегодня муж поэтому я сегодня свободна от таких действий но порядок все равно нужно навести что-то мы тут немножечко набордачили мы снова наша неизменная пятерка санки еще девчули ну владик ну специально не надо падать ты бежишь чтобы специально вот так задрифтить или как ты там это называешь как всегда идем время на самом деле пол шестого еще светло ну как носительно светло ой чуть не упала но он сам и нас это мадам бонат опять чуть не упала так тихо машина едет вот зачем ты налево так ну сейчас чувствую передерутся все у меня да ладно все делаешь всегда маленький цепляет старшего потом мама у меня обидел меня ударил почти попал санки не забудьте чё санки ему взяли когда он не едет на них а бегает вообще он куча снега куда побежал вот такие у нас сугробы во дворе классные а я открою сезон катания здесь раньше сидел сидел ужасно а на ужин я сегодня готовлю любимое блюдо моего мужа это тушеная картошка с копчеными косточками я называю это так вначале я обжариваю лук и конечно можно если вы любите морковь у меня муж не любит морковь в вареном виде да или обжаренном я поэтому не добавляю и дальше я кладу сюда вот у меня здесь косточки это хребтина и где-то ребрышки есть это те косточки которые я покупала и коптил у меня сам муж они уже со специями они уже соленые то есть я обжарила лук добавила теперь вот эти вот косточки они у меня хранятся в морозилке то есть муж коптит и я потом бросаю в морозилку сверху добавляем картошечку потом я наливаю сюда водички и буду это просто солить то есть специи не буду добавлять никаких потому что ребрышки вот эти ну косточки назовем это так они уже такие достаточно остренькие с различными специями муж коптит на улице в коптильне и добавляю сюда буквально чайную ложку томатной пасты так получается вкуснее в общем так нравится моему мужу короче это его любимое блюдо и добавляю немного соли но меньше чем надо было бы да потому что в ребрышки в них достаточно соли косточки правильно так называть вот все это хорошенько перемешиваю буду убавлять огонь и уже тушить под крышечкой до готовности самой картошки аромат обалденный вот за счет вот этих копченостей до копченых косточек стоит просто на весь дом вот у меня уже готово это блюдо полностью водичка частично выкипела да и получается такая прям вкуснятина вот я обычно режу просто помидорчик огурчик к этому всему и в принципе все муж у меня с огромным удовольствием есть такую картошку он очень любит поэтому я конечно решила для него сегодня это приготовить вот так что в принципе в тушеную картошку всегда добавляю какие-то копчености если нет вот таких копченых даже косточек это порция моего мужа я просто хотела вам показать как это все выглядит так как косточки такие достаточно крупные то есть они получаются как немножко отдельно но у меня мужу нравится давить эти серебрышки и хребтина в общем это очень вкусно ну что девочки на сегодня уже буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч